Правящая партия Армении вычислила главных организаторов массовых акций протеста против решений, принятых премьер-министром страны. Соратники Николу Пашиняну убеждены в том, что демонстрантами управляют бывшие президенты страны Роберт Качарян и Серж Саргсян. Таким образом, так называемый Карабахский клан пытается реанимировать свой бандитский режим, а лицом грязной пиар-компании выбрали горе-священника Баграта Голстаняна. Что ни день, то у Баграта Сарбазана новые планы. На вопросы о Качаряне он постоянно отвечает, что видел его всего раз в жизни. Недавно в оппозиции пожелали смерти армянским сапёрам, работающим на границе с Азербайджаном. Как можно поддерживать движение людей, которые желают смерти своим соотечественникам? Главный спонсор бунтарей – Качарян. Сооружение сцены на главной площади Еревана ему очень дорого обходилось. Вот и решили вернуться к протестам регионов. Правящую партию эти вопросы вообще не волнуют. У Баграта, помимо всего прочего, двойное гражданство, а это противозаконно. Движение, основанное на лжи и фашистских идеях, не должно поддерживаться народом. Армянский архиепископ и главный бунтарь страны, между тем, уже успел провести встречи с представителями более чем 40 политических партий и движений, в том числе с командой первого президента Армении Ливона Тарпетросяна. По итогам переговоров священнослужитель заявил, что оппозиция не прочь выдвинуть его кандидатуру на пост премьера в случае свержения власти Николы Пашиняна. Правда, до этого Галстанян планирует выступить с инициативой снять запрет на выдвижение кандидата в премьеры с двойным гражданством. Ведь у самого священника, помимо армянского, есть еще и канадский паспорт. Баграту не помешало бы для начала добиться хоть каких-то успехов на собственном поприще. Армянский народ переживает духовный кризис, а в это время священник строит из себя политика. Знаете, почему многие не хотят поддерживать Баграта? Люди давно потеряли веру в армянскую церковь. То, что делает Галстанян, безбожно. Он сеет вражду. Такого человека нельзя называть священнослужителем. Ему пишут сценарии, и покорно исполняет свою роль, но актеры из него никудышны. Всех их волнует не делимитация, они пытаются добиться смены власти. Раз Баграт строит из себя лидера движения, то пусть управляет им сам. Нам известно, что за ним стоят сторонники Кочаряна и Сарксяна. Я поражен тем, как представитель церкви лжет многотысячной толпе. Он не священнослужитель, он грязный политик. Перестаньте лгать об односторонних уступках. Мы проводим делимитацию ради мира. Армения должна иметь собственные государственные границы. Правящая партия Армении идти на поводу у недовольной кучки людей не собирается. Проведение в республике внеочередных выборов полностью исключается. Армянская оппозиция не сможет запустить процесс выражения недоверия премьеру, но если и сможет, то эта попытка обречена на провал. Сам лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстанян, заявил о планах продолжить на этой неделе встречи с представителями различных общественных групп, а итоговый митинг запланирован на 26 мая. Именно тогда священник обещает представить четкие планы смены власти в Армении и приступить к более активным действиям против Николы Пашиняна.